Нелегальный трубопровод перекрыли пограничники в Луганской области. По топливной магистрали контрабандисты качали горючее из России. При осмотре территории сотрудники погранслужбы также обнаружили две ёмкости, а в них почти 15 тонн контрафактного продукта. Посёлок Миловое на Луганщине, территория одного из частных предприятий. Из-под земли торчит 80-миллиметровая труба. По ней нелегалы перекачивали дезтопливо с территории Российской Федерации. Пограничники говорят, таких участков незаконной переправки горючего обнаружили сразу несколько. Было углянуто две делянки. На одних из них, в населенном пункте Миловое, зналили в ёмкостях близко 10 тонн дизельного пального. И в селище Великоцьк там близко 15 тонн также дизельного пального. Частное предприятие, которому вёл трубопровод, расположено на бывшей Миловской нефтебазе. Водельцы ЧП журналистами говорить отказались. Пограничники тем временем приступили к ликвидации топливной магистрали. Сейчас будем заливать смолу. Сейчас растапливаем, заливаем. Принимаем меры к уничтожению нефти провода. На данном этапе, наверное, последнее, что мы сделаем. После этого, как зальём трубу, край оборвём, она уходит в глубину. То есть на данном метраже, где-то в районе трёх метров. В Миловом желающих заработать на разнице в цене горюче-смазочных материалов хватает. Большинство незаконных трубопроводов, найденных на этом участке, сделаны дорогостоящим методом горизонтального бурения и спрятаны глубоко под землёй, рассказывают пограничники. Поэтому отыскать нелегальные трубопроводы практически невозможно. На участке Милового, отдела прикордонной службы, эта проблематика существует, потому что трубопроводы были заложены очень давно, даже, можно сказать, несколько лет назад, и периодически могут в ней использовать. Поэтому у нас такая работа проводится, находим и нешкоджим. На блокпостах пограничники тщательно проверяют содержимое больших грузов. В них может быть спрятана не только бочка с бензином, но и дополнительный бак для транспортировки топлива. Шляхом проверки документов у водеев, шляхом проверки товаро-транспортных сопроводных, если паливно-мастильные материалы перемещаются, то проверяем документы, наявность. Если нет документов, то вызываем соответствующий государственный орган, то есть фискальную службу.